всем привет всем здравствуйте сегодня у нас с вами прямой эфир хочу совместить розовую тему и новые декорации сейчас посмотрим что из этого получится буду работать набором sensation потому что здесь как раз вот эта тема барби которая всех беспокоит сейчас просто брум бум какой-то начался на розовые оттенки и я так думаю что этот бум еще будет сохраняться до конца года поэтому тема с набором sensation прям очень актуально причем когда мы выпускали в январе месяце я например про тему с барби не знала что такое будет ажиотаж на эту коллекцию поэтому сегодня будем делать розовый маникюр но с новыми декорациями так сейчас мы отключим я часто работаю последнее время этой коллекцией часто ее использую и сейчас к так как очень актуально вот эта тема барби все что с барби короче сейчас резко все полюбили розовый цвет сейчас я вот так поближе вам покажу просто напомню о том что у нас есть базовом ассортименте новые оттенки мы будем сохранять как базовый ассортимент это не только коллекция до sensation но это те цвета которые будут я так думаю продолжительное время базовом ассортименте здесь еще хороший подбор розовых цветов так а новые декорации вы знаете что у нас их сейчас много появилась мои конечно любимые это дырочки я уже один эфир с ними проводила что еще вот с этим я еще не работала декорациями сейчас с вами поработаем хочу сделать через тему градиентом так через тему градиента давайте возьмем 384 оттенок 384 хорошо нам подойдет 383 и давайте возьмем 382 он не совсем конечно розовый но тоже подойдет это не могу найти еще один оттенок блин саш не могу найти 6 оттенок 383 можешь посмотреть еще раз может я не вижу нет это здесь у меня сидела лежит так мы с вами сейчас пока короче нравится один дизайн я его показывала здесь недавно в имя онлайн так не это сочетание понравилось я хочу его попробовать сделать в теме как раз барби с этими градиентами поставьте плюсики если качество эфира нормальная сейчас я быстро подготовлю типс потеряла 383 цвет поэтому сейчас конечно буду мучиться очень сильно потому что слишком резкий перепад от цвета к цвету нужен средний цвет ну когда очень контрастный градиент конечно лучше брать тогда акриловую пудру вот я уже как-то говорила что я не очень люблю акриловую пудру не с ней до дольше работать чем обычно кисточку на левой руке до когда мы выложим так они выложили вот этот мастер-класс завтра этот маникюр будет в виде мастер-класса но у меня как всегда получился с очень большим 381 как на камере 381 не знаю такая чистая мадженто 381 может не чисто мадженто мадженто чуть темнее чистое нет это прямо мадженто тут нет красного пигмента нет он не розово-красный 381 это прям вот мадженто мадженто я прям говорю что это такой знаете называют цвет года дальше же цвет года это такая фуксия даже нет не фуксия именно цвет мадженты у нас есть цвет года мы его отдельно делали вот он прям как мадженто мадженто такой чуть чуть потемнее да как положено быть мадженто 381 это тоже мадженто но он более сочный более сочная мадженто сегодня у нас такая тема будет абстракция число будем работать с двумя шарами кончиками из новой коллекции что розовый маникюр он не обязательно должен быть каким-то няшечным да он может быть даже если вы одеты как барби например стиле абстракции я сейчас постараюсь сделать в один слой так как и равно абстракция будет до чтобы не тратить сейчас время в эфире на второй слой на клиентах понятно что любой градиент мы всегда делаем два слоя я думаю что мы одним слоем обойдемся сушим давайте первыми вот такими шеремиконами поработаем это новая коллекция саша край откроешь мне в интернет магазине я покажу новая шеремикон они уже неделю в продаже уже есть у некоторых дистрибьюторов в том числе так можно кстати было бы вот с этой милотой совместить все подумаю нет наверно лучше отдельно поработаем так здесь я предлагаю что взять в чистом виде розовый цвет положить на палитра чеку его и сейчас что-нибудь в этом стиле нарисовать либо кляксы да вот сейчас поближе покажу что здесь за элементы до шеремикона и мы сейчас что-нибудь либо такое повторим либо такое либо такое а сверху уже пойдет как дополнительный элемент шерми конк нашей абстракции так еще раз показываю на и мешок точка ру 239 238 236 вот как раз мы сейчас с вами работаем 237 оптимизм интересное название оптимизм так сейчас покажу и 235 всего шермиконов вышло получается 5 штук новых делаем овальные и черченые такие кусочки можно где-то возможно это в пятна перевести какие-то как кляксы будут такие асимметричные овалы хотя просится прям только пакляксы превратить ладно сейчас превратим пакляксы так так все там думаю что достаточно будет суши и теперь берете в качестве подложки для приклеивания teclas так суши так суши и сейчас мы что-нибудь приклеим прям чисто по центру так второй вариант также мы сделаем сейчас с градиентом и для градиента давайте возьмем можно просто те же цвета взять и сделать наоборот начать со светлого потом 384 напомню все цвета продаются поштучно их делали специально для базового ассортимента такие колеровки что они точно будут популярны вне зависимости от сезона саша позвони пожалуйста николай ивановичу скажи чтобы он мне не звонил что мне эфиром мне уже третий раз звонит забивает эфир так 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 он начал с вами текла сохнет для шермиконов желательно чтобы это две минуты было 1 минуты как правило мало тоже сейчас я постараюсь сделать в один слой хотя когда мы с вами с клиентами работаем все равно это всегда два слоя и такой контрастный цвет как у час я мадженту взяла к таким светлым оттенком розового желательно делать легче будет вам по акриловой пудре все оставим так сушим и теперь прикладываете смотрите что будет лучше всего смотреться но наверное вот белый с черным будет хорошо хотя можно носил 10 пальцев сделать просто по-разному а принципе можно еще белым рисовать кусочек для композиции это как много длинный возьмем белый гирюлак прям вот мне не хватает еще элемента в общем получается благодаря шармикона я как бы вдохновила сделать эту абстракцию эти отталкивалась от самого шармикона все сушим и перекрываем финиша так сейчас я посмотрю есть у меня прайм здесь лучше прайм перекрыть не помнишь у меня дома был прайм топ вот он прайм топ я сейчас последнее время стала все дизайны когда много рисую когда она все объемно еще и декорации идут использовать прайм топ ну хоть очень хорошо выравнивает поверхность после декораций можно еще в конце сделать легкий моделирующий слой когда вам нужно делать самовыравнивание особенно при большом количестве декораций это то прям очень хорошо подходит пленками когда работаете да при пленках тоже хочется всегда сделать дополнительное укрепление сверху видите какой красивый блик тогда это прайм топ многие сейчас спрашивают когда будут большие объемы большие объемы будут у прайм топа потому что он у нас сейчас самый популярный по продажам поэтому прайм топ будет больших объемов просто спрашиваете и вот такой у нас получился с вами дизайн сегодня с новым шарми коном так и любимый мой дизайн там сейчас реально самый любимый дизайн выравниваем поверхность т классом чтобы поработать шарми кончиками т классом сейчас мы сделаем наподобие такого варианта дизайна с новыми бубликами отверстиями те такие золотые отверстия точно не видел мой маникюр мне очень нравится эти теперь эти украшения золотые делать можно очень быстро и легко благодаря шарми коном если раньше это мы делали при помощи тексту она при помощи втирки до тому дизайну уже года два вот сейчас можно делать без ничего ведь и только шарми кон и объемный гель очень удобно еще раз показываю свой новый маникюр здесь я делала реверсивные стены здесь по факту вот так смотрятся эти два ногтя отдельно и вот это как отдельный маникюр видите я никак всегда не смогла остановился и запихнула все то новые кстати гель-лаки из новой коллекции смотрите какие красивые серый розовый мастер-класс по этому маникюру будет завтра мы его поделим с эти на две части в одной части будет наращивание я покажу как делали наращивание во второй части будет дизайн берем нужные нам отверстия это как много длины здесь можно в принципе так не спешите приклеивать сначала наживите посмотрите и нет ли складочек идет прям чтобы складочки не было все а теперь приклеивайте и также очень аккуратно снимаете с поверхности мы специально сделали полами специально сделали полами чтобы можно было хорошо распределять чтобы он то что из такие огромные шарми на клеевой основе сделать они могут ободраться поэтому ведь их сделали полами поэтому снимаете очень аккуратно и за то что они полы и пустые внутри все и перекрываем а нет не перекрываем и здесь сейчас внутри делаем градиент также выкладываем здесь например можно сделать градиент вот этими двумя оттенками так что и Продолжение следует... Можно даже, чтобы вот этого светлого оттенка тут и не было, чтобы с фоном не совпадало. Наверное, даже так лучше будет сделать. Сейчас я сначала намешиваю обычно ярусами, а потом уже сделаю градиентик. Можно взять какую-нибудь плохую кисточку, которую не жалко. Распушить ее. Я беру какие-нибудь полусполимеризованные кисти. Делаю ее дыбом. Все, и тогда она, видите, для градиента подходит. Когда с кошками делала, было быстро. Понятно, что когда эмалию делаем, чуть помедленнее. Все сушим. А здесь хочется второй так и сделать блестящим. Знаете, как я предлагаю сделать? Взять вот этот светлый оттенок. Им просто заполнить. А сверху сделать кошку. У нас есть очень классный магнитный гириллак из Андер Гипнозис. Это прошлый новогодний оттенок. 397. Вот так сделаем. Так. Сейчас мы сверху сделаем еще кошку. Будет красиво. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Видимо кто-то из детей вытащил Правая часть библиотеки где-то вот на полке я вчера положила Так и теперь берем тоненький слой Наносим магнитного гель-лака Сейчас мне еще принесут Магнит Так Он нужно прям Прозрачненько нанести Не-не-не-не снимаю Сейчас крышки не сниму Положи прям возле меня Можно было в принципе не мучиться делать градиент Но все равно чуть-чуть надавите Зря делала градиент Так Смешим Ну все равно Можно без градиента Можно с градиентом Короче видите Прикольно вот кошку прям Полупрозрачная Единственное Прям добавляете Чтоб еле-еле-еле Читалось Так как этот Очень пигментированный гель-лак Я-то его изначально делала Не как кошку Как красивый серебряный Шиммерный гель-лак Можно еще подразбавить Все сушим Здесь можно какое-нибудь Слово добавить Где папа? Так Ладно Что-то не можем Шермикончики найти Значит нужно Чтобы было без шермикончиков Сушим Так Чего добавить? Так Просится Что-нибудь Так Чуть-чуть Чуть-чуть Ну а теперь пишите Нужно было делать Магнитный гель-лак Или лучше Оставить было Градиент Который был до этого Все Вот мы одни и те же цвета Использовали из коллекции Розовой Один и тот же градиент Еще раз напомню Еще раз напомню Мы работали коллекцией Сенсейшн У кого еще нет Этих розовых оттенков Просто посмотрите Это все Такой базовый Прям ассортимент Для тех Категорий Кто любят Периодически Фуксию Мадженту Слербовые Ягодные Оттенки Всем большое Спасибо за внимание Мастер-класс По моему Новому Маникюру Мы выложим Уже завтра